Капоэра – вид боевого искусства. Родился он в Бразилии и сочетает в себе элементы танца, акробатики и многочисленные удары ногами. В капоэра практически нет блоков. Спортсмен постоянно находится в движении. Динамика и артистичность капоэриста захватывает дух и приковывает взгляды зрителей. Хорошая подготовка к более серьезным таким видам спорта, как ММА. Очень многие бойцы ММА занимаются капоэрой. Это, можно сказать, хорошая гимнастика, растяжка, потому что там большой аспект дают на растяжке, на гипписте, на пластике. И в отличие от других боевых искусств, капоэра наковарна, потому что 50% техники, 50% обмана. Ты должен показать противнику одно, а на самом деле сделать другое. В этот день спортивные мероприятия проходили по всей Анапе. Ежегодный фестиваль ГТО, краевые и международные соревнования по волейболу, а также различные чемпионаты и первенства. На театральной площади собралось более 3000 человек, чтобы принять участие в интерактивных площадках. Жители и гости курорта состязались в армрестлинге и кроссфите. Мы постарались как можно больше сделать площадок, чтобы сегодня действительно праздник спорта, он ощущался. Я думаю, что нам удалось сегодня. Жизнь Анапы достаточно в спортивном области, очень насыщенная. У нас все мероприятия проходят, как всероссийского, сейчас вот проходит и первенство России по пляжному волейболу в поселке Витязево. То есть постоянно одни мероприятия меняются на другие. Анапа, город воинской славы, по праву является мехой спорта. У нас здесь, на нашей территории проводят, начиная от краевых, всероссийских, международных соревнований. Все соревнования проводятся на высочайшем уровне. И заслуга, конечно, во всем этом вас, спортсмены нашего города. С праздником вас всем! Здоровья, счастья, удачи! Во Всероссийский день физкультурника были подведены итоги года. Лучших тренеров и спортсменов города-курорта наградили почетными грамотами и ценными подарками. Поздравлением вечером присоединились и анапские артисты. День физкультурника закончился большим праздничным концертом. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.